В год важной для всех нас даты 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков до сих пор не находят покоя сердца тех, кто разыскивает сведения о судьбах своих родственников, ставших на защиту Родины в июне 1941 года. Среди них Максим Соколов, прадед которого Иван Соколов, стрелок 6-й стрелковой роты, прошедший почти всю войну, погиб 30 июня 1944 года, освобождая Лепельский район. До недавнего времени история предка была почти неизвестна, однако благодаря усилиям архивистов и военных историков удалось остановить место последнего боя Ивана Соколова. Нам было известно нашей семье, что на территории Белоруссии погиб наш прадед Соколов Иван Яковлевич в июне 1944 года, практически всю войну прошедший. Нашли информацию в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации и начали уже более планомерно, так сказать, осуществлять поиски. В Белоруссии жил сослуживец отца Вайсман Борис Олегович, и через него начали, соответственно, более тщательные поиски. По месту нашли населенный пункт, где было братское захоронение военнослужащих, кто совместно с прадедом погиб. И у меня появилась возможность приехать сюда и посетить эти места. Максим Соколов – уроженец Сахалина, и его семья даже через тысячи километров чтят память погибших родных и всех тех, кто пал в боях, защищая свою родину. Всю помощь по нелегкой и трудоемкой разыскной работе оказал однокурсник и сослуживец отца Максима Борис Вайсман. Таких историй, как у Максима Соколова, когда родственники погибших в войне героев по крупицам информации ищут места захоронения своих предков в сотне. А искать – это в первую очередь значит помнить. Первичное место захоронения было указано – деревня Горобец. После поисковых мероприятий было установлено, что деревни Горобец в Лепельском районе не было. А есть деревня Горобец, которую освобождал в это время 1190-трелковый полк, в котором воевал красноармеец Соколов. Очень, конечно, большую работу мне помогли в поисковых мероприятиях. Это член Высшего политического совета политической партии «Белая Русь» Ястремский Павел Геннадьевич. Он тоже поднимал документы эти архивные, что и помогло. Отправившись в агрогородок стаи, Максим Соколов почтил память своего прадеда и других воинов минутой молчания около братской могилы, где захоронено более 300 человек. Символизируя общую боль и скорбь братских народов, набрал горсть земли, которую в память о своем предке увезет в Россию. Вместе с тем, Максим также посетил и другие памятники воинам-освободителям, отдавая дань уважения общим предкам, трагическим судьбам и военному братству. Мы чтим память семьей, память наших родных, тем более участников Великой Отечественной войны. Для нас, для нашей семьи это очень важно. К сожалению, не все вернулись. Хочу вообще белорусам огромную признательность выразить за то, что вы чтите память. Это очень дорогого стоит на самом деле, что молодежи прививаете это. И дай бог, я хотел бы с сыном сюда приехать. И, возможно, через... Ну, разговаривали с Борисом Олеговичем, потому что найти, возможно, других родственников, людей, кто там также захоронены в этой братской могиле. Ну, не знаю, это пока в планах такие мысли были, разговоры. История воссоединения семьи с ее героическим прошлым лишь одна из тысячи подобных, происходящих по всей Беларуси и за ее пределами. Сегодня подвиг Ивана Соколова и тысяч других героев, отдавших свою жизнь за свободу родной земли, не забыт. Стремление сохранить истории предков, отдавших свои жизни ради великой победы. Настоящий пример для будущих поколений. Важное напоминание о цене мира и важности единства. Сохранение и понимание исторической правды. Антон Лещенок и Сергей Золынский. Телеканал «Звязда».